и арену стардас сейчас против йода начинаем это во вторую игру стардас конечно очень хорошо сыграл первую игру очень спокойно да он попал чуть-чуть это в экономику и вла это в счет базах ну из-за того что у него хорошие армии было из-за того что не столько колоссов и мортал темплоров и все остальное было у него было способа сражаться против его ампанета вот ну мы конечно сейчас просто рейстрим делаем потому что не сказали чтобы я рейстрим делал вот что самое клёвого ребята из этого я как сказал если вы не конечно смотрите я сейчас это начал это наканно я сейчас начал наказывать это хоть это по словам у меня нет права в этом портале или то это в гудгейме или что-то значит я никак это могу это запрещать экстрим или забанить или что-то ну это я я так это пошел и наказывал стримы кто рейстримит я не знаю это просто мо это такого мое мнение где я я не я не понимаю почему люди это ну понимаю почему люди рейстримы делают но тоже нужно это держать какого-то хоть бы совесть это и гордиться организации тоже не просто это пиратского контента от их это потому что подумай они это стараются работать они делают это тратит этом это деньги на тратить деньги на арену это платят игроками они делают главного стримы и потом ты с их это сложного и трудного работу и из их денег ты просто рейстримишь это пиратского стрим делаешь из-за этого зрителях получаешь блин вы вы аж не знаете какой я благодарен что я это приглашение получил поздно получил но все равно я получил приглашение это комментировать по-русскому прошлое это dreamhack это ли это тоже был очень благодарен когда пригласили мне это по-английскому комментировать этого турнира это это один из самых лучших турнирах в мире ну вот это из таких вещей я наказываю люди кто рейстрим делает это как это пептар и эти верди и эти поми помидоры это помидоры эти все ребята они просто пользует это труд и это деньги у других людей это чтобы они могли зарабатывать себе зрители пиратский стрим это ты не стараешься ты ничего не это нового не делаешь ты не организируешь ничего ты просто сидишь и комментируешь позже пользуешь другого стрима и все ладно сейчас смотрим на игру видим что от вот это взглядываем на лицо стартаста вот он конечно уже рано в экспонент забрал потерял одного рабочего 31 против 27 сохранилище йода опять открывает с двух бараках ну вот терни сейчас старается понять как им лучше открывать против протезов есть это один барак это рипер можешь посылать потом в экспон брать и потом это факторку пойти быстро и может в дроп или что-то или ты открываешь с одной базы это быстро это барак факторку и 100 космопорты пойти в геликах и морпех для агрессии вот третий способа есть это команд центр первого и потом двух бараков это построишь и просто от этого сыграешь как-то ну конечно в каждого вот это стало с этой внимательность не сыграть сыграешь ты можешь проиграть игру против это оракула или какие-то другие протезовые юниты вот вот рипер подлетает подлетает увидят что вот база есть у тебя роба есть тебя фаржа есть значит ты еще не планируешь идти примерно на атаку еще ну ты уже апгрейды берешь для себя мадры щепкор конечно в это время набирает эту энергию значит будет хватать в обраме я чувствую защиту ну вот этих двух барак у йода сейчас есть уже стим или будет стим у него факторка тоже только сейчас добавил может еще и торренты не качаешь нет не качаю я я торренты не качаю я конечно могу и мне и способы найти место где-то раздает это по бесплатному или на могут могу найти так ли ну ей ну я я я стараюсь хоть это чуть поболее по-честному так это все делать я я знаю по русскому это не принято я знаю что по-русскому это воля не принято и как говорят что да пошел ты че сказать отсюда почему вот эти вот эти люди это работали для их музыку для всего или для фильмы кино или starcraft или киберспорт почему мне вот всегда прикольно это предмет почему мне платить за этого почему все в нашем мире не бесплатно да ребята вот вот это вот это мнение весело почему все просто не бесплатно почему мне платить за вещи я вроде хороший брат я вроде хороший пацан почему мне почему мне платить за этого вот но йода пошел на агрессию сейчас убил пару вот этих рабочих ну только мог отнять сталкеры обменил эту маленькую армию за пару юнитов если бы не за фото ну и вот это я как говорю это прикольно потому что все русские говорят что наша страна лучше наша страна лучшая мы самые лучшие ребята пацаны это в мире это мы сейчас всем это сбросим ядерные ракету путин путин слава слава героям это водку это балалайка медведь ну дело в том что потом это ты смотришь все это хотят это пиратские всего делать это хотят это не пускает это гомосексуализм ничего такого другого это толерантность нет никакого стране это не они почти ненавидят всех как как ну я их мара мораль нет много у русских я извиняюсь но не нет много русских это из-за того я чувствую за того что я жил в америке и просто это разных людей из разных странах от встретился и много друзей у меня разных через мир и всем что я прожил я чувствую у меня получше взгляд есть на мировые на всему я чувствую ну можно жить чуть-чуть по-честному это можно жить это морально можно это жить это толерантность хорошего не нужно такого это просто не толерантом быть это говорит наша страна лучше и мы вот этих пацанов не пускаем все все будет у нас хорошо все бесплатно что здесь творите творится старкрафт старкрафт конечно много не происходит сейчас от warprism прилетела в мейна уже это убил и отбежал это все это warprism убежал отсюда потому что это морпехи были это в мэйн то же самое здесь это йода старался это по третьей локации но стардация это удалила и снова построит вот викингов у йода есть третья локация него есть почти вроде тоже самой ситуации как в прошлой игре была самое главное для стардаст ему нужно время себе подкупить чтобы он мог это рабочих послать по третью локацию и начать ресурсов капить но хочу сказать что очень эффективно сейчас йода поставил всех его юнитах сразу сразу видел что вот здесь warprism есть и warprism обратно потому что если ты только золото будешь дропать по одному то они умрут срочно у тебя не будет способа просто дропнуть их может еще что-то другого ворпнуть ну он как партинг чуть чуть здесь играет это двухсторонную атаку планировать вот этот раз в его армию ребята нету имморталов и посмотрим сейчас о чем я говорил посмотрим как и как какую эффективная так у него будет без имморталов только stalker и colossus это центре и mothership core сейчас когда как он убьет вот этих всех золтов из его мэйн и когда его вся армия это будет это поможет и это я чувствую он может убить это стардаст или хоть это убить все юниты у стардаста в этом время ну агрессия продолживается от стардаста сейчас стардаст правда сам пошел обратно домой 7 рабочих убил во всему ну это конечно счет не стоит ничего когда эту ровным счет рабочего 64 64 у теряна еще есть мулов да мы темпас это мы не считаем техас это страна это штат американский теха техас это свой мир тихо эти все штаты как техас это миссисипи алабама они они живут это девятьсот это девятьсот это с чем-то год это они еще девятьсот пятьдесятом году они все живут 9 940 это они 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 забыли они это это в следующего это страницу календара они не прошли они просто оставили этого календаря это в месяц это февраль февраль это год 950 забыли проверить их календарь и америка конечно тоже есть это большие проблемы здесь это их и группы наши политические тоже это нет нет никакого хорошего места это это в мире где нет нет хорошее место в мире где просто так лучше жить скажем у каждой стране есть свои проблемы у каждой про это стране из религии по политике где это портит и это отравляет этой к это экономику и людей по просто мнение ну я я бы сказал где я живу я один из самых как всегда говорю из самых лучших штатах это колорадо один из самых толерантных это самых лучших это милых это штатах мы все добрые все хорошие здесь это в горах это природа все у нас есть это не как я живу это где-то в атланте или в детроит или что-то там просто это там это там это да то там это свой атмосфер так скажем ну и техас потому что тоже там это толерантность нет на такого это много републиканах это они правда лучше бы техаса делали свой это свою свою страну потому что ну у них это свое мнение к всему и отвлекает это к всему это очень по-другому чем остальные остальные части америки клорадо наш штат да самый лучший здесь в америке ну вот давай поговорим чуть-чуть про игру сейчас йода есть плюс 2 так плюс 1 защита плюс 1 и механическое апгрейды тоже не забывай что не забывай что эти механические апгрейды для землю и для воздуха оба недавно ну недавно месяцев сколько назад они добавили этого этот апгрейд в одному значит не нужно это воздушный апгрейд делать и тоже земли все в одному на стороне стартас у него плюс 2 плюс 2 видим сейчас от него плюс 3 плюс 3 почти до конца дошло вот ну йода он так скажем в нормальной позиции потому что у него почти максимальная армия у него сейчас это гостов будет скоро апгрейды это 32 у него будет и конечно когда у тебя 22 правда с хорошим и mp ты можешь сражаться против роста у тебя 32 или 33 будет то еще лучше золото пробегает у стартаса сейчас проверяет что происходит увидели что до вот 3 локации пару рабочих убивает трое только немного ну не вне ты но стартас продал продолжу 4 рабочих убил золото все пропадут ну это отвлекает он отвлекает его сейчас в это время пока я вся армия гонится за вот этих юнтах это стартас это проверяет двигается через карту старается себя ставить это в самую лучшую позицию в этой игре видишь как он разделил одного золота просто вперед послал чтобы он увидел где армия сейчас уверены сам сейчас строит четвертую локацию на стороне йода у него тоже есть это 4 4 локация вот видим ее прямо обзервер только сейчас показывает 33 апгрейд закончилась у стартаса и стартас я чувствую сейчас просто примерно ждет когда у него апгрейд для шторма закончится потому что у него уже есть 33 у него уже есть колоссах у него чарж зотов у него почти все есть только один юнт у него не хватает и это темплары темплары это со штормом у него еще будет сейчас плюс один шилл ну вот юнты побежали за вот этого вар призм и сразу снайпнул вар призм и еще вовремя у него хотало убить зелта этого 1 ну вот все пошел на атаку сейчас все будет ну вот это вся игра будет сейчас на психов если психов он может убить или шторма пораньше раскидать и мп не получит то у него шансы сейчас выиграть но сейчас проблема в том что оба игроки очень внимательно старается это контролировать этом много темпларов уже мп ударила значит и мп может свободно пройти террин гораздо лучше сражается но проблема в том что очень много чарж злота сейчас окружает вот эту армию викини сажается хватает ли армии у йода пробивать он начинает себе маленькую пользу найти 138 против 116 больше юнты вот эти пропадают сейчас аркона он потеряет чарж злотов не хватает ему время ворпнуть пилонах будет терять ребята может сила террин как-то пробьется здесь гонится сейчас остальных юнтах сталкеров он убьет вот еще нашел наверное у вас бы дошло побольше он бы нашел эти фотонки и пилоны здесь вот как классно йоды только сейчас сражался и конечно ребята сейчас у йода тоже 4 локации есть он еще может вот эту орбиталку послать это на пятую локацию какая была эта под вторую у стардаст только нового четвертого есть и все и все скоро у него не будет экономика под вторую локацию и у него только 3 4 будет свежие ресурсы а подожди-ка эта орбиталка по какого я говорил вроде он ее удалял и с ней планетарка построил да ёк да ё-моё вот сейчас это все зрители санчез наверное хохочется обо обо мной потому что вот я сижу здесь это петушок такой чесает петух хэд лоджик я я ха 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 ребра сломаю каждый раз это я вижу это когда санчез планетарка в натурале стоит вот это планетарка в натурале от профессиональную игру игру конечно конечно не самое главное это база под второй локации но вот она и есть жесть ну и ода конечно продолжить дроповать это ищет пилон и убил пара пилонов но здесь тоже маленькая пробежка это чарж лотов 7 рабочих йода теряет ну наверное йода не стесняться потому что таких это стазе игре ты бы уже ты правда хочешь потратить твоих это ксм их пару хоть бы 10 или 15 потому что тебе хочется набрать армию чуть побольше у тебя уже есть орбиталки значит вместо этих ксм их ты можешь молок трамулов дропать ну вот дарк как-то приближал здесь это под вторую локацию как-то прошел всю армию аж сам не знаю как он прошел ну из-за этого планетарку плюс это со скэном умер вот и всяком случае ты редко строит ну вот видишь какие проблемы сейчас у стартаса из-за того что все его рабочие сидят на две локации это 70 76 рабочих наверное 60 плюс из них они сидят это под эту локацию под этих двух локаций так очень трудно разделить потому что сейчас это до его вова вова пятой локации строят очень сложно это сидеть так по двое локации со только со столько рабочих нужно их получше разделить ну а темплар подходит вот здесь не хватает шторм я правда не знаю что это темпл раздел там в этом время на той стороне а так сейчас стартас стартас осторожно стартас стартас осторожно сейчас эта армия за тебя пойдет ну вот почти все пилоны на карту йода уже сбил видно что на верхнем правом еще есть это кучину на его стороне карте на нижнем левом он все почти убил нашел с дропами значит это он хоть и знает он ну спасен на этой стороне карте для йода ему нужно пятую локацию срочно потому что видно у него много ресторсов нету если один дракс это сейчас будет драться он не может снова построить армию правда тоже самая проблема для стартас ну стартас хотят пятую локацию себе набирает плюс 3 плюс это армор это щит для зданиях закончил апгрейн но плюс 3 это атака для механических юнтов значит вот эти викини против колоссов очень быстро убьет о ребята ядерные ракеты оргазм у меня сейчас будет как давно я не видел в твп это ядерные ракеты бабах пилон я здесь все футонки до свидания вам конечно это дает старт это йода чуть-чуть побольше поближе дойти к нему если он хочет и тоже из-за этого ядерную ракету армия очень следит внимательно где они ходят ну йода конечно тоже сейчас пошел старается брать свою пятую локацию о дарки 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 будет их показывать будет показывать атакует под вот эту четвертую локацию еще разделил и пошел к третью вот на той стороне мы видим это стартас просто убил вот этого сенсорку и когда без сенсорку иногда очень трудно следить за армии потому что протас армия и специально с тамплорами они хитрые следи и смотри но сейчас по идее смотрим это в счет армии счет это рабочих у стартаса 75 рабочих есть значит вот эта разница сколько 36 36 это рабочих разница это все идет в армию йоды потому что они сейчас сидят почти на ровном лимите 36 это выше армию это по лимите у йода значит стартас хочет как-то выиграть вот эту игру ему нужно будет будет очень внимательно следить за этого но тоже хоть могу сказать что из-за того что у него столько ресурсов в этот драк он может стабильно построить это снова чардж лотов помочь ему в бой дарк опять это снова пошел это по третью локацию будет просто резать рабочих не нужно это дофокусить вот этого туретку хороший первый шторм третий шторм четвертый шторм ой страдает армия утверда ну это госты сейчас пока выживают они снайпают и все остальные тамплоры еще много из вот этих это био осталось живая может ли он как-то пробить здесь может ли как-то он пробить сталкеры этапы это на логранде стараются убивать вот этих викингов но вся бою армия пробивает бедного бедного нашего дружка стартаса но стартаса это хорошо разбросил штормы опять снова и вся вот эта армия в красном ему нужно срочно обратно пойти если постарается вперед пойти он проиграет вот эту игру потеряет остальную армию вот чардж злотые дарки пошли опять снова к нижней локации или куда они пошли они да вот они пошли к нижней локации как я сказал ребята помните что я вам сказал стартас может этот чардж злотов он может снова армии построить и у него экономика хватает у йода ресурсов нету много газа ну без ресурсов он не может выкарабкаться с вот этого лимита 117 сейчас 120 наверно 25 чем-то ну это все у него и будет пока он не может это как-то себе свежую экономику свежие ресурсов набрать 23 рабочих у него не получится мулы да хорошо ну только столько поработает вот дарки приходит здесь туретка убивает эмил ушел с игре шторм шторм ну вот и это ребят это по идее гг это по идее гг вот эти чардж злоты дарков ритм совсем у йода сбили рабочий счет это он потерял до 21 стартас все сидит это с со свежим счетом 75 экономика хватает газ есть ресурсов есть юнотов есть что сейчас это что сейчас есть у йода что у него есть маленькая армия психов викингов это что-то такого ребята ты не можешь выиграть против протаса с такого пользу в лимите и стартас просто строит это nexus стартас бм nexus и строит право и лево он сейчас видит с абзервером какая армия знает что он уже выиграл правда это прикольно аж стенку со строить с ними как прикольно здесь это по 3 локацию академия гостов убивает не убьет до конца но почти это в оранжевых хп там плоры подходит это к четвертую локацию вот эту пятую аж можно сказать темплары вперед пошли хватает ли мп хороших у нашего дружка йода надеюсь нет еще есть это темплары какие есть энергии у них я не я правда не знаю почему стартас стесняется ему нужно сейчас пойти на атаку потому что ему нужно обменять обменять юнотов он знает что йода не может снова построить никакую армию стартас может почему бы не сейчас почему сейчас бы не пойти на атаку почему бы сейчас не пойти на атаку почему сейчас вот эту армию маленькую не убить и посмотреть как бедный террин это ничего не может сделать вовремя ты пока это будешь ворпить это больше чарж лотов напряжение продолживать а он просто будет сидеть и смотреть арка арконы это там плоры это шторм разбрасывает убивает викинги или стараются убивать викинги видишь блин я аж не знаю почему стартас так честно стесняется так сильно викинг это продолжат убивать о сейчас йода невнимательно продает всех его викинг их ну это конечно четыре вики не против где-то четырех колоссов это не получится морпех убивает stalker ну под огнем сейчас вот этой академии эту игру затащит только два 20 танков да и когда 20 танков будет потом это продаж построить 20 это 20 мордов или 10 мордов стартас старается как-то как-то пбмить побольше это построить это нексусов это по 10 по 10 дарки убивает это мулов но это просто сейчас это стартас троллит йода я не знаю что-то у них на европейского лейдер было где они друг друга ненавидят или у них было какая-то не знаю договорение или я сам не знаю что про это внутри их них такого чувства как это у стартас есть что-то против йода сейчас либо он так не играл он бы уже давно убил его оппоненты ну да ну давай сейчас это маленький урок математику сделаем 7000 раздели на 400 может близко что это двина 13 13 нексус мог бы построить сейчас уже 14 или пучу я говорю это 400 это не 600 это 600 строить для нексуса почти может 20 это сейчас построить уже 20 может если хотел пбм этого оппонента но йода сидит 134 лимит ресурсов нет никакие рабочий счет 18 еле-еле может добраться до своего четвертой лока это пятую локацию вот это армия армия такая крошечная мп вот разбросил но это сад стардас все равно может пробить ее ему все равно может это поймать все мп и все равно это выиграет это против такую армию викини все это потеряет в заднем плане сейчас вот это варпин и есть чарж лоты есть это психи стардас это пропал от 130 но его оппонент йода пропадает еще хуже в лимите 64 есть и начинает там танцевать зелтов йода конечно знает что ему не нужно уходить с игре потому что это последняя игра его если он проиграет значит все старается отмигрывать ну сейчас йода играет как я играю это против процессов когда я начинаю пропадать я про я я это беру мои игры на ледер как я в gsl играю это просто стараюсь до конца сыграть отмикровать желание мечта такая что как-то могу это отмикроваться затащить сейчас это под планетарок побежал ну все ребята это уже все без ремонта без юнота без ресурсов никакие ремонта не будут вот еще больше арконов есть и все планетарк потерял йода пишет gg в конце концом эта игра у нас закончилась